короче я просто в диких эмоциях сейчас спокойно все попытаюсь объяснить приехал я в то место куда мне нужно было вот короче вот он и я нашел тут местечко чтобы вот оно море здесь вот где руку руку держу вот здесь уже молит море здесь небольшой обрывчик так метра два и море идет вот там идет молния гроза короче я только не пойму она идет ко мне или она идет вдоль потому что вот там вот сверкает сверкает горизонт вот я сейчас покажу карту осадков она идет прямо на туапсе но я немножко дальше от туапсе но она как раз вот в ту области идет пофиг дождь у меня стен там палатка но главное чтобы короче не было грозы вот что здесь просто идет трасса вот она сверху вот тут одна остановка есть вот это автобусы ходят вот и так чтобы пойти в какой-то населенный пункт тут ничего нету вот там вот только есть туапсе туапсе отсюда по моему час 30 мы ехали до сюда пока что вот сижу и не знаю что делать но туча идет однозначно сюда вряд ли в этот раз прогноз обманет вот пока не знаю что дело пока просто сижу в палатке вот воды вот что плохо у меня осталось наверное только до утра вот здесь от воды наверное пол литра вот и круто если воды хватит до утра потому что очень сильно потею потому что жарко вот но как бы я так и планировал что сюда я приеду и буду в палатке около моря вот вообще я сейчас спустился сюда чтобы помыться там где-то штормит из-за этого это волны потому что сейчас стиль сейчас ветром не круто когда летом жарко круто когда зимой не холодно на улице и вот как раз зимой нужно приезжать сочи я чего удивляться жизнь начинается когда выходишь из зоны комфорта вот я и вышел из дома и началось одно другое здесь падать нельзя здесь камни не ну так уже лучше себя чувствуешь даже если в морской воде умылся уже хорошо вот ну короче меня заденет дождем и вот в 00 дождь сюда придет посмотреть прогноз то вот 8 августа то есть сегодня ночью вот дождь будет до трех часов но никакой грозы не будет вспышки молнии все ярче и ярче и они уже такие что я сквозь закрытые веки вижу их громыхнула один раз но по прогнозу грозы нет как жить ну вот примерно вот так вот она и вот камера не передает главное все вспышки потому что сейчас горизонт полыхает просто без остановки то есть там не прекращаются вот эти вот вспышки это только камера выхватывает самые яркие хорошо за этим всем наблюдать где-нибудь в каменном доме но когда ты находишься на природе еще и на берегу моря я охрен его знает ну в чем мне нравится что я не совсем на берегу то есть где-то метров пять наверное я от воды и вот надо мной здесь и большие деревья то есть я как будто так вот защищен деревьями как молнии отводом и все-таки молния наверное если ударит то ударит она все-таки в воду блин как же нас ярко щас сверкнула я вот уже без шуток без иронии вот хочу спросить кто-нибудь видел чтобы вот так часто были молнии вот смотрите они просто не прекращаются и это надо умножить еще примерно на 2 потому что не каждую молнию выхватывает камера вот так вот по пять штук я сейчас примерно четыре или пять не считал вот так вот просто не прекращается чё это такое я такого никогда не видел просто какая-то жесть я не знаю это просто какие-то фейерверки на праздник это как это вообще возможно такое что вот так полыхал вопрос полыхал горизонт ну уже даже не горизонта она ближе и ближе сюда идет просто не прекращается я вот специально говорю чтобы показать что я не нарезаю это видео я показываю что вот эти вспышки ну меньше секунды между у ее и как ярко между вспышками меньше секунды ух как она все ярко просто фейерверки какие-то фигня я чё такое я вот такого никогда не видел я сейчас увидел две молнии в одну в одно место долбанули но дождя здесь сейчас нет дождя никак не капельки никак не капнула еще молнии просто жесткие просто все светится не знаю даже не помню чтобы я фильме видел вот так вот чтоб молнии били для меня это что-то невероятное никогда такого не видел нас на севере такого вообще нет есть ливни грозы да ну чтобы вот так вот 1314 наверно вот она вот она скорее всего добежал но где-то меньше 20 секунд и звук добежал ух как она мощно да так ну в общем что я скажу что я не около самой воды да ну тут 5-6 метров до воды это первое второе что я также 5-6 метров от высоких деревьев нужно быть недалеко от высоких деревьев то есть молния с большей вероятностью долбанет туда и высота дерева это радиус который она защищает вокруг себя от попадания молнии вот поэтому не так уж и все плохо вот они деревья будет яркая вспышкой будет видно вот выхватывает камера вот-вот-вот здесь вот вот так что все нормально я защищен со всех сторон с одной стороны водой с другой стороны деревьями капец что сейчас происходит палатку просто вот так вот сложила в общем открыл закрывал вот эту вот шторку вот этот дождевик да на накрывайку я короче все забыл уже как это называется тент этот вот закрыл но невозможно в палатке жарко жар вот этот вот и идет от земли поэтому вот так вот заново все открыл сюда летит дождь капец просто и и складывать попал папку 6 6 6 меня бы главное не унесло нахрен просто жесть блин лучше еще же не передавали такого ё-моё никакого не знаю ураганного ветра ничего такого не было блин главное чтоб меня нахрен не унесло сейчас я вот где ноги вот она должна вот так вот ровно стоять ее просто согнуло ой блин капец вот это вот сочи этот этот сочи я никогда не забуду блин там остался еще чехол и этот чехол бы хоть бы не унесло то все растеряю жарко жарко до сих пор жарко сейчас немножко продует сейчас вот этот вот дождик собьет эту жару и будет норма опять начинается эта хрень опять вот так вот складывают палатку я хотел показать что я набираю воду но использую чехол от палатки в качестве ну как бы емкости для воды вон ее уже унесло блин походу не получится потому что просто просто ее сносит и все вот такая вот жесть происходит в палатке офигеть я вообще-то реально время только одиннадцать самый пик будет через час волны усилились на море гремит ну один плюс есть конечно стало стало прохладней оп стоять 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 да хотел я набрать воды но хрена там что получится холоднее станет закроюсь пока что не буду закрываться ну вот так вот короче вот так то в одну то в другую сторону почему-то фигня я сейчас видео смотрел как люди в шторм идут там какой-то пролив проходят пролив горн по-моему это в южной америки вот там реально страшно когда колбасит твое судно качает и там причем идет семья ну то есть там отец мать и две дочки у них и вот они там борются с этим штормом вот там вот реально жесть потому что там реально спасения нет нет твердой земли под ногами а тут как бы так дождик и ветер небольшой как бы в принципе ничего не должно быть такого просто да ветерок необычно потому что потому что я такого еще не встречал потому что я что-то с таким ветром еще не сталкивался вот что он вот так вот мотыляет палатку хотя когда мы были в велопоходе на Кипре там палатку мотыляло но не складывало ее вот так как здесь складывает что оно просто кладет на землю и потом резко в другую сторону, ее кладет о, сейчас громыхнет нормально потому что ярко-ярко очень сверкнуло о блиин, офигеет сна вообще нет какой может быть сон в такую погоду в такие условия блин это только начало Потому что и туча только-только Идет сюда Она придет сюда пол двенадцатого в двенадцать Сейчас одиннадцать Она только-только вот подходит Давай, держись, палаточка Держись, стоять О, колышек, колышек Буду просто колышек держать вот здесь вот сбоку Чтоб ее не гнуло Хотя, может быть, и хорошо, что ее гнет Как бы зато, ну, не порвет Она сама складывается Как бы идет по пути наименьшего сопротивления Просто складывается и все Блин, ну, колышек у меня, кстати, не вбиты колышки У меня просто вот эти вот штыри Они на земле стоят Потому что здесь камни около берега Ну, в этом месте И колышки сюда не вбить Все, с одной стороны вот ногами держу Ногой С другой стороны держу рукой Чтоб ее сильно не мотыляло, не переворачивало О, капец, капец Шум от деревьев, шум от волн Короче, нормально Нормально я тут попал Офигенско Так, ну, наверное, я думаю, можно уже закрыть Ну его нафиг Опа, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Закрываем-закрываем Опа Закрыли Опа-опа-опа Полетели почти что Держимся Короче, вот Ногой придерживаю Ой, ладно Ладно-ладно-ладно Все нормально Все норм Все хорошо Наверное, надо прикрыть Может, она так будет более устойчивей Здесь уже вот вода собралась даже На коврике Блин, круто У меня как раз воды нету Ну, блин, с коврикой пить, конечно, я не буду О, ладно До утра я протянусь водой Воды до утра хватит Тем более, что жарко сейчас уже не будет Всю жару сейчас собьет вот этот дождь Ну, как бы и хорошо Оба, нифига Я еще в таком месте Под деревьями Стал что-то волноваться Из-за того, что под деревьями стою Надеюсь, деревья там крепко Корнями держатся за землю Вот так вот палатку качает Продолжает качать со стороны в сторону Опа Держимся Пока держимся Все нормально Я вот думаю, что палатку я Ну, не буду вот так держать Если нужно ей кремиться Пусть лучше кремится Так как ей нужно Пусть так она и шевелится от ветра Время примерно полдвенадцатого То есть вот подошла вот эта вот туча Которая была на карте осадков Вот ветер усиливается Просто капец Слышно шум снаружи Ладно, все нормально В общем В общем, чтобы сильно как-то Не волноваться Не волноваться Просто закрываю уши Чтобы это все не слышали Закрываю глаза Как бы смысла волноваться Здесь нет Как бы уже как есть, так есть Но я говорю, место более-менее нормальное Потому что надо мной гора Ну, такая небольшая горка Там сколько-то метров в высоту Метров, может быть, шесть Вот, дальше идет дорога То есть я под этой горой В любом случае Вот эти деревья Эта гора Они выше меня Вот Ну, и я Пять-шесть метров от моря нахожусь Вот То есть не на воде Поэтому должно быть Все нормально Короче Вот это вот все не прекращается По-моему, только усиливается В общем, я сейчас палатку делаю ниже То есть я цепляю вот эти вот штыри Вот И складываю палатку Чтобы она стелилась по земле Я буду просто под палаткой находиться Все нормально Я ее спустил ниже Сейчас у меня батарея уже села Чтобы максимально к земле ее прислонить Вот Чтобы не выпирало над землей Вот И так вот я буду над этой палаткой лежать Охренеть, сверкает Буду лежать так, пока не закончится молния Так Опустил палатку максимально вниз Она просто сейчас лежит на мне Вот Сверкать не перестает Чуть вам ползает уже Вот Сверкать не перестает Короче Вот Ну, жарко Я сейчас ноги туда просунул Там, короче, все уже сырое Вот И так вот Время 0.54 Смотрим прогноз на 8 августа И видим, что Ого! Появилась молния А до этого я показывал, что 8 августа По прогнозу Нет грозы А теперь она появилась Когда гроза прошла Ксеноптики такие О, надо бы добавить молнию Бах, добавили Сейчас ночи Дождь идет Молнии уже почти что прекратились Очень-очень редко Вот Я так же все Лежу вот Под Палаткой Не поднимаю ее Она Ну, стелется по земле Вот Что еще значит Порыва ветра нет Остался дождь И всего, что было Остался небольшой дождь Вот Ну и по прогнозу Видно, что он будет Еще до Трех часов ночи Вот здесь палатка у меня стояла Вот А вот это деревья Про которые я говорил Вот И сейчас я здесь По тропинке поднялся И там оказывается Такое местечко хорошее И солнце не светит Не жарко Ветерок дует Поэтому здесь Вот Палатку поставил Вот Таким вот видом В общем Дождь был Часов до четырех Наверное утра Сверкало Так же примерно Все Успокоилось Все нормально Сейчас два часа дня Вода почти закончилась У меня Там осталось Пару глотков Взял я вот такой вот Пакетик Zip lock Называется Это из-под палатки Из-под каких-то Вот таких Тканевых штук Короче Я их оттуда выгрузил И вот Открыл этот пакетик И закинул Вот эти лямки палатки Прям в пакет В этот Потому что Ну с палатки Стекает вода И вот она будет Стекать В пакет Тент палатки Вроде как чистый Потому что Палатка новая Поэтому буду Вот так вот Собирать воду Потом покажу Сколько собрал Можно было Конечно где-то Подняться Купить Но здесь Ничего нет Никаких магазинов Вот Только санаторий Который закрыт Забором И поэтому Приходится Изворачиваться Выживать Вот вода собирается Видно что капельки Текут Так Ну вот Вода набралась Значит Не знаю Тут пару глотков Есть Вот Она не сильно чистая Там Что-то плавает Но другой воды нет Если что У меня таблетки Есть от живота Поэтому Буду пить такую Вот Вот Вода не сильно Была чистая Потому что Вот какие-то Шкурки Вот От деревьев Падают На палатку И вот Они потихоньку Стекают То есть Это не какая-то Грязь А Ну Еловые Веточки Ну вот Это Море Короче Вот У меня Лежит Рубашка Я ее постирал Закинул То есть Она там Сохнет Вообще Получается Как дикие Условия Вот Ну тут Да Люди иногда Проходят Вот А здесь У меня Палатка Вот